Друзья, привет всем! Ну что же, как вы уже догадались из названия, сегодня речь пойдет об очередной китайской компании, которая уже далеко не первый год, очень старается для того, чтобы продолжать удивлять своих поклонников очередными новинками, с очень интересным дизайном и с хорошим соотношением цены и качества. Да, это компания Yumi, либо же, как ее называют сейчас, Yumi DJ. Еще в апреле текущего года, когда я летал в Гонконг на ежегодную выставку мобильной электроники, именно там данная компания представила очень много новинок, среди которых были и те, о которых сегодня пойдет речь. Это Yumi DJ One и Yumi DJ One Pro. Но поскольку две эти новинки на то время не были актуальны, и на мой взгляд, очень сильно копировали дизайн смартфонов компании Huawei, я не стал им уделять много внимания, дабы избежать неадекватных комментариев на своем канале. Однако сегодня два этих смартфона уже появились в продаже, и приобрести их можно на всеразличных платформах за достаточно демократичную стоимость, то я в свою очередь не вижу никаких препятствий, дабы не познакомить их с вами поближе. И первое, что хотелось бы отметить, это отличие между двумя этими смартфонами, потому как многие утверждают, что отличий практически нет. Однако, друзья, они все-таки есть, и сейчас я вам на них укажу. И первое, на что хотелось бы обратить ваше внимание, это то, что версия Pro имеет больше объема встроенной памяти. В ней есть NFC, плюс ко всему она поддерживает функцию беспроводной зарядки. Итак, давайте по порядку. Поставляется UMIDI G1, так же как и UMIDI G1 Pro, в обычной картонной коробке от производителя со следующей комплектацией, которую вы сейчас видите на своих экранах. Оба смартфона получили классическо-современный дизайн 2018 года. Сейчас не буду кривить душой, а скажу свое мнение. Дизайн и внешний вид смартфонов достаточно привлекательны, потому как полностью скопирован из более дорогих брендов. В материалах корпуса используется стекло, однако рамка по центру металлическая. Толщина смартфона 8,3 мм, а вес 180 граммов. Теперь давайте быстренько пробежимся по его торцам. На правом боковом торце расположились качелика регулировки громкости и сканер отпечатков пальцев, который также является кнопкой питания. На левом металлический комбинированный лоток для двух сим-карт, либо под карту памяти. На нижнем джек 3,5 мм, микрофон, всеми любимый порт Type-C и решетка мультимедийного динамика. На верхнем только лишь второй микрофон для подавления шума. Спереди у нас расположен 5,9 дюймовый дисплей с соотношением сторон 19,9. И поскольку сам дисплей занимает практически 90% площади передней панели, а рамки справа и слева достаточно тонкие, смартфон небольшой, а компактный и очень удобно лежит в руке. А по своим габаритам он больше к 5,2 дюймовым смартфонам. Матрица создана по технологии IPS и разрешения HD+, если быть точнее, 1520 на 720 пикселей. В верхней части дисплея присутствует челка, под которой находятся фронтальная камера, разговорный спикер и датчики. В нижней части три сенсорные кнопки. Сама матрица покрыта закаленным стеклом, на нем присутствует аэллофобное покрытие, но оно низкокачественное. А вот что касается любителей селфи, могу с уверенностью сказать, что им это устройство придется по душе, потому как фронтальную камеру оснастили сенсором от Samsung с разрешением 16 мегапикселей и светосилой F2.0. Однако про вспышку забыли, потому качественных снимков при условии недостаточной освещенности даже не ждите. Плюс ко всему камера поддерживает функцию разблокировки по лицу. Тыльная стеклянная панель носит на себе сдвоенную основную камеру, светодиодную вспышку и логотип компании. Основная камера получила два модуля от OmniVision на 12 плюс 5 мегапикселей со светосилой F2.0. Автофокус, серийная съемка, цифровой зум, панорамная съемка, распознавание элит плюс цифровая стабилизация. Запись видео в Full HD при 30 кадрах в секунду. А что касается производительности, здесь не все так здорово, как хотелось бы. Под капотом платформа Mediatek Helio P23, либо MT6763. Это восьмиядерное решение, создано по 16-нанометровому техпроцессу, ядра которого разгоняются до 2 ГГц. Его дополняет видеоскоритель Mali-G71 MP2 и 4 ГБ оперативной памяти. Встроенное хранилище младшей версии составляет 32, старшей 64 ГБ, поддержка карт памяти до 256 ГБ. Операционная система Android версии 8.1, Type-C, NFC, поддержка 4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, GLONASS, сканер отпечатков пальцев, функция Face ID. В общем, все необходимое здесь есть. А вот что касается автономности, в этом плане смартфоны также отличаются друг от друга. Младшая версия оснащается несъемным аккумулятором, емкость которого составляет 3550 мА, а старшая получила батарейку емкостью 3250 мА. Обе версии поддерживают технологию быстрой зарядки, к тому же версия Pro поддерживает беспроводную. Друзья, оба эти смартфона можно приобрести, если перейти по ссылочке внизу в описании. Надежные продавцы, плюс быстрая доставка. Всем спасибо за внимание. Если ролик понравился, не забываем лайкнуть. В общем, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok